Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Свердловской области продолжается. И сегодня главное направление проводимой работы – вакцинация населения, цель которой – сформировать в обществе коллективный иммунитет, который позволит окончательно отменить все действующие ограничения. Вакцина поступает регулярно, а ирбичане готовы прививаться. Запись продолжается, и приглашенные на прививку не отказываются от визита к врачам. Таковы на сегодняшний день результаты, проводимые с 14 декабря в орбите прививочной кампании против COVID-19. В начале вакцинации, конечно, были небольшие проблемы. Народ очень боязливо относился к этому. На сегодняшний день, учитывая то, что есть люди, которые ожидают записи, то активность возрастает. И думаю, что не будет снижаться, потому что все уже устали от этой инфекции. Всем хочется нормальной жизни вернуться, снять маски наконец-то, радоваться жизни. К настоящему моменту полностью прошли вакцинацию, то есть получили два компонента вакцины, уже более шести тысяч жителей города и района. И еще почти полторы тысячи пока находятся на первом этапе. И по-прежнему открыта запись на вакцинопрофилактику. Для того, чтобы записаться на вакцинацию, существует четыре способа. На сайте госуслуг, на телефоне горячей линии 122, на сайте Ирбитской ЦГБ и в конечном итоге можно позвонить в поликлинику, в колл-центр или в прививочный кабинет и записаться. Значит, на сегодняшний день существует четыре пункта вакцинации. Два кабинета прививочных расположены по адресу Кирова 31, филиал номер один поликлиники. Дальше на Комсомольской 72 прививочный кабинет и в поселке Зайково в поликлинике филиал номер два. Это четыре стационарных прививочных пункта. Значит, и на ФАПах непосредственно идет при вакцинировании жителей Ирбитского района. При этом, по словам ирбитских специалистов, открывать дополнительные пункты вакцинопрофилактики, как это сделано, например, в Екатеринбурге, где поставить прививку можно даже в торговом центре, в нашем городе необходимости нет. Но вполне возможно организовать выезд фельдшеров на предприятие. Мы, в принципе, готовы на любой завод выйти. То есть, мы договариваемся с руководством, они нам предоставляют помещение. Приходит наш фельдшер, наш медсестра. От гражданина требуется только паспорт из НИЛС. Ну и быть здоровым, потому что перед осмотром, перед вакцинацией всегда смотр фельдшера идет. Пожалуйста, мы готовы выйти на любое предприятие. Было бы желание руководителям. Так что больница в Ирбите делает сегодня все возможное, чтобы ирбичане как можно быстрее оказались защищены от коронавируса. Главное, чтобы и горожане эту заинтересованность разделяли. Наша лаборатория даже непосредственно проводила исследования на антитела. Конечно, поствакцинальные антитела присутствуют. И после перенесенной инфекции тоже антитела, которые, к сожалению, очень быстро, в общем-то, снижаются. Но тут рано говорить еще об уровне достаточно. Но, во всяком случае, все, кто привился, насколько вот нам известно, что антитела после прививки в достаточно хорошем количестве у людей присутствуют. Но и потом, мы сами с вами видим, по заболеваемости. То есть на сегодняшний день заболевших же в Ирбите все меньше и меньше, так же, как и в Ирбитском районе. То есть вакцинация у нас в Ирбите? Я считаю, что да.